всем привет сегодня на обзоре немного необычный для меня но в целом очень хороший гаджет это маленькая портативная bluetooth колоночка сделано великобритании модель называется mini rig mini у их производителя который выбрал себе торговую марку mini rig есть еще более крупная колонка которую назвали mini rig 2 уже второе поколение этой колонки mini rig 2 а также они выпускают bluetooth subwoofer в общем мы их можно собирать по одной штуке можно сделать парой соединить для стереозвука можно даже собрать себе 21 систему или проводную или беспроводную в общем отличает эту колоночку много опций по подключению и второе что ее сильно здорово выделяет на общем фоне это то что производители действительно очень любят музыку я первый раз такое вижу у них на сайте даже есть ссылка на их профиль soundcloud где они публикуют различную музыку которая нравится скажем делают микстейпы подборки в общем ссылка будет в описании на их сайт как видите минималистично очень упаковка но колонка вы сделано очень здорово но в принципе ты сбегая вперед для начала еще скажу конечно про цену стоит она 100 фунтов это конечно дороже чем различные китайские спикеры но пожалуй пожалуй заметно дешевле может быть незаметно но дешевле чем большинство конкурентов со сравнимым качеством так что давайте сейчас разбираться и посмотрю посмотреть на нее подробнее очень забавно сделана упаковка в виде такого цилиндрика компактного тут основные фичи то есть до 30 часов время работы от батареи на самом деле где-то на низком гене с низким коэффициентом усиления где-то около 25 часов минимум я получал на высоком больше десяти в общем то здорово заряжается два с половиной часа карманные размеры 3 с половиной миллиметровый вход можно подключить их две для как как это сказать для стереоэффекта есть aptx bluetooth и собственно приложение для андроида и ос в общем упаковочка такая видит цилиндра очень забавная почтальон меня спрашивал зачем я масляный фильтр заказал по почте пришлось ему открыть и показать что это не масляный фильтр внутри кружочек такой вот единственный недостаток упаковки это то что ее достаточно сложно распаковать снимаем вот эту уплотнительную резинку дальше собственно приходится вот так вот и и вытряхивать аккуратненько смотрите какая маленькая аккуратно здоровская колоночка сейчас мы к ней вернемся под низом ожидаемо находится еще одна вставочка и под ней небольшой набор аксессуаров инструкция краткая полная у них на сайте скачивается виде pdf файлика такой вот стикер для персонализации можно написать свое имя и наклеить его допустим или не допустим могут сюда наклеить предусмотрено для него место также проводочек для подключения аудио его можно использовать для соединения с сабвуфером для соединения двух колонок в проводном варианте для стерео для подключения источника в общем много можно придумать вариантов о применении и кабелек для зарядки вот маленький недочет это то что для зарядки используется такое гнездо поэтому проводок лучше не терять сама колонка посмотрите сделано очень здорово постам в основном металлическая очень увесистая с хорошим прорезиненным основанием то есть не подумали о том чтобы она надежно держалась на столе есть много очень разных цветовых вариантов у меня вторая такая такого даже не знаю какого сказать серебристо бронзового цвета вот это вот черная из элементов управления тут одна кнопка списана в нее светодиодом к ним и потом вернемся гнездо для зарядки и два гнезда для подключения аудио по умолчанию служит для аудио входа если включить колонку с воткнутым сюда что или сюда штекером она сразу включится в режиме входа по auxilary in то есть в режиме линейного входа по умолчанию этот используется для низкого гейна этот для высокого тут есть два режима гейна они также переключаются вот этой кнопкой и по bluetooth и по проводу но по умолчанию то есть это для низкого это для высокого кстати для большинства случаев на самом деле хватает даже низкого собрано я бы сказал красиво не знаю скажем что скажут эксперты по дизайну но мне они эти колоночки очень нравится компактная очень легко размещается где угодно и единственное пожалуй след придираться чего мне в ней не хватает это какой-нибудь петелечки для крепления хорошего такого надежного ремешка на руку чтобы ее можно было если уже куда-то брать то нести с собой но это уже придирки все-таки наверное разработчики пожалели окружающих и сделали колонку для более стационарного использования большая часть управления осуществляется с помощью вот этой вот кнопочки и многоцветного индикатора который в нее встроен он тут реально очень разноцветный он меняет цвета в зависимости от зарядки батареи меняет яркой зависимости от выбранного коэффициента усиления индицирует разных режимах работы колонки в общем много всего но так как настроек все-таки больше чем можно сделать кнопочек на колонке часть из них перенесли в приложение для телефона тут вот есть отдельная mini rig приложения подключаем по bluetooth его устанавливаем на телефоне приложение открываем есть он конечно и для ios и для android кстати подключить его может колонку можно к восьми устройствам что очень здорово допустим для какой-нибудь вечеринки запускаем тут вот сверху индикатор заряда аккумулятора дальше имя колонки можно bluetooth имя менять в общем то можно ее переименовать персонализировать дальше это переключатель коэффициента усиления что самое забавное видите меняется яркость светодиода в зависимости от коэффициента усиления то же самое можно добиться просто нажав на кнопку тут можно выбрать различные варианты конфигурации многоколоночной системы мьют если необходимо дальше тут режим bluetooth или линейного входа эквалайзер такой вот пятиполосненький но в целом кстати справляется со своей задачей эта кнопка для спаривания двух устройств вместе если вы хотите использовать их в качестве стерео системы то есть вот он сейчас начнет искать второй колонку если найдет то они будут включены как стерео очень многое на удивление настроек то есть режим сохранения энергии это миф приключения уменьшается максимальная громкость и низкие частоты но при этом дольше работает колонка включение в режиме как если включен стерео режим две колонки то можно их в этом режиме оставить навсегда чтобы они сразу так включались воспроизведение паузы с помощью вот этой вот кнопочки переход по трекам с помощью кнопки автоматическое выключение по таймеру режим сна то есть она может не совсем выключиться оставить чуть-чуть работающий bluetooth поэтому с помощью приложения можно будет его разбудить экономия питания при включении в режим линейного входа можно выключить светодиодик если он вам мешает всегда меня это радовало возможность можно включить чтобы светодиод моргал под музыку просто для развлечения или выключить собственно все вот эти вот тонны и звуки можно также выключить колонку из приложения не знаю правда зачем но и различные полезные ссылки то есть вот ссылка на их soundcloud лайкнуть на фейсбуке поделиться картинками руководство пользователя но основное конечно эта музыка тут запускаем любое приложение для воспроизведения и все играет все звучит здорово я бы конечно с удовольствием просто включил сейчас какую-нибудь музыку и вместе с вами посидел тут послушал насколько эта колонка здорово играет но поскольку я не люблю и не хочу получать страйки за копирайты от youtube а то к сожалению нужно ограничиваться очень короткими отрезками мелодии и не сильно увлекаться демонстрации ну в общем поэтому выключен наверное звук вернее выключим музыку и поговорим конкретно о звуке я честно скажу что такого качественного звука в таком маленьком компактном корпусе я не ожидал и из того что у меня было хорошего bluetooth перед этим это были philips fidelio колонка какая-то я даже не помню номер модели только большая где с деревянным корпусом и кожаный кожаным флипом закрывающим ее и крейте вовский soundblaster roar и в общем-то этом малютка их пожалуй превосходит что отдельно интересно они честно указали диапазон частот от 70 герц до 16 килогерц не стали писать вот эти вот 20 20 которые пишут все но скажем они тут поступили честно поскольку действительно маленькая колонка выдать меньше там 70 герц фактически не может но при этом собственно для этого и нужен отдельный сабвуфер если вы хотите супер глубокие низкие частоты поэтому если говорить о звуке то в общем-то он колонка действительно отличная она хорошо играет очень чисто при этом первое что обращает конечно на себя внимание это низкие частоты они тут массивные весом и несмотря на то что они начинают 70 герц они здорово трясут стол и наверное это вносит свою лепту вот именно в ее эффектность подачи тут всего лишь кстати 52 миллиметровый динамик никаких особых супер хищений просто хороший 52 миллиметровый динамик и мощный усилитель к нему его за счет этого получается вся магия звука вот этой вот мини колоночки очень хороший чистый средний частот но естественно для этого размера и даже в чем в общем-то отыгрываются прилично и вы знаете на удивление даже скажем ну не знаю орхистровую классику с ними с этой колонкой вполне можно слушать конечно это будет там несравнимо с какой-то большой стереосистемой но скажем здраво говоря для этого размера и для этой цены все звучит очень чисто очень очень неплохо очень эффектно с хорошей массивностью основания и при этом с чистыми хорошими средними частотами даже в че отыгрываются что еще сказать и тяжелые стили в принципе она играет не идеально конечно но хорошо отдельно здорово конфигурация из двух колонок когда улучшается стерео и они звучат здорово к сожалению сабвуферах не пробовал также не пробовал старшую модель которая мини риг 2 по отзывам она звучит даже еще лучше еще взрослее но в общем-то для портативной колонки это просто находка что еще про нее можно по же хорошего сказать очень нормальный запас по громкости конечно не супер бумбокс разрывающий всю улицу но в общем и целом хорошо громко звучит и нет никакого клиппинга и хрип и вот то что отличает большинство недорогих китайских моделей это как раз то что они часто начинают хрипеть на громкости выше среднего это играет даже громко когда играет весьма и весьма чисто в большинстве случаев скажем дома в тихой комнате вам это не понадобится полная и громкость неплохо держит bluetooth в принципе больше 10 метров даже стенка не помеха но тут я думаю все больше зависит от источника так что в общем-то по всем характеристикам по звуку и всему остальному действительно очень и достойное устройство как говорил один очень умный красивый мероупитанный мужчина в самом расцвете сил интересно как этом большая домомучительница залезла в такую маленькую коробочку применяя это к нашему случаю действительно очень хороший звук поместили в маленькую коробочку портативненькую удобную в общем-то сценариев использования для этой штуки можно придумать массу начиная с озвучивания дома во время уборки и заканчивая скажем каким-нибудь офисным устройством ну время как поставить его в офисе чтобы все могли подключаться и какую-то свою музыку на него стримить в общем тут наверное есть все чего можно ожидать от хорошей портативной колонки долгое время работы стильный дизайн хорошие надежное качество сборки его очень очень неплохой звук естественно для такого компактного размера хотя на самом деле даже без поправки на размеры даже многие колонки заметно крупнее играют хуже так что в общем-то мини рик пожалуй оправдывает свою цену и я и очень хочу послушать их стерео конфигурация а еще больше в 21 конфигурации и оценить их старшую модель надеюсь это не последний мой обзор этой компа устройств от этой компании спасибо за внимание